Это жалкий банкиришка дал уйку последний достающий элемент головоломки. Рассказал о том, где находится цитадель моей дочери в горах. Важное место. Сидя там, она руководит всей моей операцией в Европе. Она мой самый преданный помощник. Но что ещё важнее, она моя дочь! Ещё? Известное чудище? Опять клевещешь! Не остановитесь ни перед чем, лишь бы бы вам клялись в верности, лишь бы мы вам подчинились! Тебе ещё столько предстоит это осознать и радость, моя дорогуша. Можешь требовать подчинения сколько угодно, мы в вашей крыльце в исправлении не участвуем. Вы олицетворение собой всё! Их силы и возможности, иллюзию классов иерархии и этикета, которые, как и они думают, отграждают их от кар и богов. В воплощении их коррупции и двуличии они отгородились от всех своими правлениями, валютой и прочей херней, и считают, что это предаёт им человечности! Именно поэтому ты решил развязать войну? Ты думаешь, я её развязал? Я не думаю, я знаю! Мой отец! Уже мёртв. Грехи, в которые ты его обвиняешь, не оправдывают твои собственных. Значение имеет лишь грехи Уика. То, что он сделал за моей семьё, и потому, что он сделает дальше, прощать нельзя. И всем привет, дорогие подписчики канала Амбролатэйч Инкорпорэйтед! На связи с вами ваш Альберт Вескер, но это Джон, выходящий из всех западней Баба-Яга Уик. И мы продолжаем. Мы продолжаем прохождение. Предыдущая часть у нас разбилась, по сути, на две части, поскольку банк оказался очень сложной зоной. Ну, надеюсь, что вам было интересно, и надеюсь, что вы продолжаете смотреть, и ставить лайки, и писать комментарии. Мне очень интересно их читать, всегда приятно на них реагировать, обедно. Ну, а мы пока продолжаем. Пошли, мистер Уик! Какая следующая жертва у нас? Итак, мы с вами отправляемся в Альпы, снега, льды, шанс, 13 монеток нам дали. И у нас здесь есть несколько вариантов, на что их нам с вами потратить. Смотрите, у нас есть дальность атак с толчками, повышается на две клетки, штраф за стрельбу, подвижущаяся цель увеличена, шанс попадания во врагов снижается, уклонение расходует на одну очку, собранности меньше. Убирает штраф за попадание для стрельбы на большое расстояние. Было бы, кстати, удобно. Кувырок расходует на одну очку собранности меньше. Убирает штраф на попадание для стрельбы подвижущимся целям. Повышает максимальную собранность с 10 до 13, повышает максимальное здоровье с 10 до 14. Также расстояние кувырка увеличивается на одну клетку. У меня очень большие проблемы всегда в этой игре со здоровьем. Поэтому... Кстати, могу что-нибудь... Вот оно как делается, Твоюши мать! Вот оно как прячется, зараза! Вот где... И почему этого никто не объяснил? В общем, ребят, я нашел, где прятать бинты, если кто не понял. Смотрите. Спрятать карабин, спрятать дробовик, автомат, спрятать ППП, спрятать пистолет, револьер, бинты в тайнике. То есть, это можно прятать. Это можно прятать, Сев. Я думал, это прячется уже при повторном прохождении, а это вот нет. В общем, во-первых, здоровье, во-вторых, бинты. В теории, в теории, я их трачу очень часто. Поэтому, цитадель, я спрячу, значит, бинт, однозначно. Вы издеваетесь. Колеса, я тоже могу что угодно спрятать, да, получается? Нет, то, что я бинт спрятал в финале, это правильно, это правильно, ребята. Как у входа? Жаль, что на этом транспорте нельзя отсюда выбраться. Колеса. Прогулка. Лабиринт. Не потеряйтесь. Черт, я не... Так, а можно как-то скипнуть это все дело? Итак, в общем, в общем, я нашел, я неправильно понял. Мы начинаем вот отсюда, а я у входа поставил, по сути, бинт. Какой человек, конечно, так. Тут тайник. Цель вышла подышать свежим воздухом. Нужно испортить прогулку. Цель. Прогулка. В тайнике мы, скорее всего, будем прятаться. Поэтому логичнее, наверное, все-таки вот здесь спрятать бинт. Дорогой тайник. Празднование. Вот это действительно вечеринка. Ну да, с Женом Уиком, чем-нибудь-то. Приемная вечеринка наверху в самом разгаре. Поберитесь туда, это будет первым шагом. Было бы здорово, кстати, это сделать, провернуть такую вечериночку. Но... Кстати, здесь тайник недоступен. То есть, смотрите, на территории тайники недоступны. Но в границах здания все доступно. Смотрите, я не знаю, что будет в лабиринте. Я не знаю, сколько мы потратим в этой зоне. Поэтому давайте я лучше в прогулке спрячу. Я так точно знаю, что смогу сохранить хотя бы один бинт. Он будет у меня в руках. И мне не нужно будет бегать по финальной локации гробного-огробного лабиринта искать единственный тайник с бинтом. Логично? Логично. Сюда, пожалуйста. Так. Далее. Что по всему остальному? Ну, я уже зачитывал. Так. Собранность, черт с ней. Мне она особо-то не нужна. Но вот что мне реально нужно, это здоровье. Вот его повышаю при всех обстоятельствах. И в результате у нас с вами сгорает всего одна единица, да? Ну, чтобы она не сгорала впустую, может, тогда нам что-то спрятать дополнительно сюда? Или в лабиринте что-нибудь? Нет, там все по двоечке, а здесь тут тоже. То есть, смотрите, я у колес могу только что-то дополнить. Давайте я спрячем пистолет-пулемет. Ревальер он хорош, но я не знаю, насколько он там заряд. Пистолет-пулемет, он, скорее всего, на полную будет, я полагаю. Так что давайте вот вот так. Пусть будет. Мы нашли, наконец-то. Чего мы этим не пользоваться на полную? Итак, это принято, это сохранено, это вы тоже видите, да, вот это колесико. Все, сохранилось. Что ж, отправляемся в Альфу. Итак, мистер Уик в своем традиционном костюме среди гребанных веток. Давайте пройдемся, это у нас кто? Это мастер единоборств. Что он вообще забыл здесь? В этих снегах. А это вышибал обыкновенный. Так, ждать. Вот теперь можно нейтрализовать. Ну а что, я их нейтрализую, это проще. Вот так вот. Здесь бы можно было бы пройтись, погулять, но не вижу смысла особого. Нам все равно вот здесь проходить. Тайник я нигде тут не оставлял себе. Так. Мастер единоборств и вышибал. Не страшно. так. Так. И удар. Еще один вышибала. Так. А вот это тоже с огоньком парень. Так, этот же с огонечком паренек идет. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Надо тебя уложить. У меня пока пистолет с двумя магазинами, так что не страшно. тут можно пройти обходным путем, я как понимаю. Это радует. А этот у входа стоит. Лучше на него не реагировать. Он, конечно, на нас сейчас выйдет, черт его пойми. Скорее всего, так оно и будет. Так. Лучше вот в этого. Ладно, вот это. Так, есть. Соберись, Уик. А он решил пойти сюда, что ли? Огонь. Вот так. разобрались. Так, осмотримся. А, вот и проход. Быстро прошли, кстати. Так, в чем подвох? Без подвоха? Я слишком стал параноиком. Либо игра поняла, черт, он нашел, как эти бинты получать, что мне делать. Игра, видимо, думает. Что ж, не будем игру разочаровывать. Гнали, погнали с озвучкой. Суровый, холодный, альпин, а мистер Уик горяч, как всегда, вложит с мастер-единоборств и его ученика. Их всегда только двое. Идиот, учитель и его ученик с разбитыми яйцами. И мистер Уик доказывает это, как всегда, укладывая очередного мастера-единоборств и его очередного ученика, а также его друга. Друг ученика имеет сведу, потому что мастеров поединоборств нет, друзей. А еще заодно укладывает местную пьянчугу с револьвером. А какой-то чё-то он вообще сюда прошел. Это же Альпы, холод, мороз, нельзя выходить так. Мистер Уик начинает целиться и отстреливается. Отстреливаются мастерские и, подверявшую дедобородовскую бороду, отстреливает и уничтожает врагов. Еще раз тропянув и стряхнув себя в снег, мистер Уик спокойно и плавно продвигается к воротам. Мистер Уик подарочки приносит каждый Новый Год. Ладно, погнали. Итак, это Альпы. Снега ли шанс? Зона 2 и здесь у нас есть тайник. Посмотрим, как он выглядит, во-первых, для начала. Тут же так, колеса. Тут же так людно, как у входа. Жаль, что на этом транспорте нельзя отсюда выбраться. Жаль-ка, но не страшно. Пойдемте, мистер Уик. Итак, товарищи, Джон Уик лжет себе, говоря, что его мораль имеет какое-то значение. Как и все вы, мы соблюдаем правила, простые правила, правила, которые сдерживают наши привитивные инстинкты. Как я и сказал, все это полная херня. Я запутался. Ты говоришь о правде рождения, но отрицаешь организацию, которая наделила этим правом. Хотя, возможно, это ты запутался. Нет, я свободен. У твоей свободы есть цена. Ее заплатил твой отец. Боюсь, что ее же заплатила и твоя дочь. Ну, правильно Уинсон говорит, не поспоришь? Вот так. Хотя бы с одним разобрался, уже хорошо. Так. Меня ждет прямо хорошая такая засада. Подожду, они по порядку сейчас идут. так. Иди ты сюда уже. Отлично. О. О. Ждать. О, да, ради же ка... Ты куда? Спризон. Да нет! Удар! Так, нейтрализоваться. Так, перезарядка давай-ка. Куда вы все уходите, не пойму. О. Тут дробаш хороший. Можно, кстати, повторить. О. Кто там у нас идет? Вот так. Нет, вот сюда, конечно... А я могу туда вообще пройти? А, могу. Вот здесь вот так пройти боком. Ой. Кто еще? Откуда-то еще открыто... Дверь открылась. Не пойму только где. О, во. О. 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 Неплохо. Теперь могу спокойно брать винтовку, ибо здесь безумный дробовик пул есть. Нет, реально, дробовик хорошая штука. Дробовик хороший, дробовик стоящая вещь. Будет здорово, если я еще... Кстати, а мне далеко идти? Куда мне тащиться? О. О, а гараж-то большой. Даже не уверен. Давайте все-таки возьму его. Тут столько хорошего оружия валяется. Ну, нужно отметить должное. Люди Хекса знают, как защищать дочку его. А, тут вообще чит. О, здрасте. Вы отдыхайте, леди? О. Это тайник наш. Вот так вот. Ну, идите с винтовкой обратно. Я что, по-моему, от винтовки, что ли, откажусь? Нет, Хорошая ППШ есть такая винтовка, тоже как вариант хороший. Почему бы не взять-то? Тут, кстати, очень много автомобилей. Реально, очень много. Но меня радует, что здесь есть и наш пистолет пульмин. Кстати, интересно, на полный заряд? Я не обратил внимания, но мало ли. на полную? То есть, они дают полный заряд всего этого дела. Ой, слушайте, даже не... Нет, я возьму 60 патрон. Это имба, это имба. Пусть пока здесь полежит. Может... Нет, там кто-то... Там кто-то сзади шел. А тут еще лифт. Нет, давайте... Тут, конечно, много вкусням валяется. Давайте, знаете, как мы сделаем? О, здрасте. Ну, ладно, если уж сами идут, почему бы и нет. Давайте, я сейчас схожу за винтовкой и притащу ее сюда. Почему бы и нет? Пусть будет. Дополнительная винтовка гляду не помешает. Кстати, собери свой. Сейчас, может быть, кто-нибудь еще выскочит, а мы тут пройдем такой. Здрасте. Так. Потому что сейчас будем вызывать лифт, и тут наверняка кто-нибудь да выскочит. Так. Парировать. Огонь. И там, конечно же, точно тоже кто-то есть. Огонь. Так. И нейтрализую я тебя сейчас, товарищ. То есть, парировать. Там еще кто-то выходил. Вот. Надо было сразу убегать. Надо было сразу убегать, брать автоматную очередь и просто их отстреливать. Ой. Вот такой он Джон Уик. Погнали. Надо сейчас озвучить, кстати, качественно получше. Джон Уик лжет себе, говоря, что его мораль имеет какое-то значение. Как и все вы. Мы соблюдаем правила. Простые правила. Правила, которые сдерживают наши примитивные инстинкты. Как я и сказал, все это полная херня. Я запутался. Ты говоришь о праве рождения, но отрицаешь организацию, которая наделяет этим правом. Хотя, возможно, это ты запутался. Нет. Я свободен. У твоей свободы есть цена. Ее заплатил твой отец. Боюсь, что ее же заплатит и твоя доченька. Что есть, то есть. Отлично. О! Еще два патрона в запас. Так. Попал, зараза. Я тоже могу падать. Я подзаря... Я подзаря... Я подзаря... Свой уровень здоровья. Чтоб ты знал. Вот так потихонечку, полегонечку. Ждет зараза, ведь. Парировать. Попробую его нейтрализовать по-тихому. Так, и нейтрализовать. Вот идиот. Такой черт идет на мужика с дробовиком. Так. О-о-о-о-о-о-о. Сзади идет, зараза. Так. Кто? Еще идиот обоскорбляет. Это возьмем. Ревалер вещь что еще, но тут очень много хороших винтовок. Не хочется отказываться. Возьмем с собой все, что можно. Давай, Джонни, соберись. Так, нейтрализовать. Так, неплохо. Видишь, чего еще задумали. Джона Уика так просто в западню не возьмешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Особенно, когда он видит будущее. Реально очень интересный поддурый. Мне реально очень нравится. Мы почти, кстати, ведь выбрались. Так. Идем-то сюда. Вот. Подготовил целую серию для отражения. Отражение этих гадов. Отражение этих гадов. Так. Так, отлично разобрались с этим товарищем. Сколько тут запасов мне прям дают? даже обидно отказываться. Даже обидно отказываться. Ну, я слышал, что несколько открывали здесь. забавно. Кстати, забавно. Теперь можно брать вот эту винтовочку. но то, что дают полный заряд, полную обойму, это очень мне нравится. Это мне нравится. Прямо толпой идут. Эй, ты куда пошел? Красава. И вот, я лишился всех типов вооружений практически. Прямо ведь толпами откуда? Ой, зараза. Так. А ну, иди сюда. Иди сюда, я тебя нейтрализую. Как раз можно, кстати, применить бил... А, вот. А, у меня тут запасной магазин есть. у меня тут забастой еще бы газит здесь, оказывается. Нет, ну, это реально имба. они здесь отсюда прям выходят массово. реальность. А ну, иди сюда. А ну, иди сюда. А ну, иди сюда. Вот так вот, пусть уже помирают от ударов. Мистер Вик просто уже вымытался. Так, ладно, беру эту красотку и иду защищать послед... последствия. Иди сюда. Так, отлично. Парировать. Вроде больше никого нет, да? Вот, ушли с хорошим тромашом. Это мистер Уик. Мистер Уик раздает подарочки и производит тонны оружия в качестве подарочков. Что ж, погнали. Мистер Уик специалист по раздаче подарков. Ведь он настоящий местный Дед Мороз. Он раздает каждому по свинцовой пуле и кого-то по серебряной. Кто-то даже запросился золотую. золотая пуля. Ах ты, иди сюда. Дедушка Уик тебе отдал все, что необходимо на твой уголь и подарочек. Вот, держи, тоже подарочек. Молодец, хорошо, теперь послужат. Вот, тоже, держи. Хороший подарочек. Ой, Вистер Уик в этом гараже то включается, то включается свет, но он мастерски раздает люлей и даже успешно забирает хороший торопаж, отыгрывая приемы самбу-мамбу. Подбирает и, идиот, зачем ты идешь там по-русски по-висшому? Ты же видишь, у него торопаж. Ляг, мистер Уик продолжает искать послушных и непослушных дедушек, чтобы раздать им люлей. Вот, он отдал хорошие люли, он идет напрямую с повышенным здоровьем и избивает ему рожу. Ибо он не получил подарок и этот тоже не заслужил подарочек. Мистер Уик отдает подарки только хорошим мальчикам. Мистер дядюшек Санта Уик раздает подарочки вам и сейчас он аккуратненько расфасует все свое нажитое подарочное добро, чтобы аккурат раздать его всем. Вот, например, сейчас он раздает всем люлей, вот этому отдал люлей, этому отдает сейчас люлей, этой дает тоже люлей. Заметьте, никто не заслужил от него подарочков сейчас. Они послушные пошли жаловаться ему. Что же вы нам подарочки не даете? Что же вы нам подарочки не даете? Мистер Уик подносится как мышь на чьи. Это Джонатан Санта Клаус Уик. Джон Уик лжет себе, говорят, что его мораль имеет какое-то значение. Как и все вы. Мы соблюдаем правила, простые правила, правила, которые сдерживают наши примитивные инстинкты. Как я и сказал, все это полная херня. Я запутался. Ты говоришь о праве рождения, но отрицаешь организацию, которая наделяет этим правом. Хотя, возможно, это ты запутался? Нет, я свободен. У твоей свободы есть цена, ее заплатил твой отец. Боишь, что ее же заплатит и твоя доченька. отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие сейчас думают, почему ты сейчас ничего не озвучивал. Я записываю это во второй раз. Я имею в виду вот эту кат-сцену, которая у нас рендерилась, когда мистер Рук проходил. И вы, наверное, поняли, почему. Я даже не знаю, как это озвучить. И если вкратце, мистер Рук, видимо, настиг таких высот мастерства после того, как мы научились делать заначки, нас таких высоких высот мастерства, что... Он, по-моему, открыл способности к управлению пространством, временем с помощью разума. И он застрял в кофеварке. Нет, я могу его понять. Альпы, холодно, хочется горячего какао, кофе или шоколада. Ну, или чай. Я просто не знаю, там есть чайник. По-моему, должен быть. Ну... Забавно, что сейчас вообще происходит. В общем, давайте закончим повтор. И продолжим в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok